друзья всем привет сегодня хочу показать вам моих деток мои райские кущи ну знаете райские кущи это название не о растениях мы как бы привыкли о том что называют райскими кущами уже у многих вошло это в привычку райскими кущами называть растения не только суккуленты но и вообще растение целом но на самом деле это строительные постройки и поэтому это конечно выражение неприменимо к растениям ну вот хочу показать вам свои зеленые насаждения их очень много не знаю влезут они в одно видео или нет придется тогда опять делать две части просто хотелось рассказать о том как выглядят детки сколько они растут и с какого возраста детки становится похоже на своих родителей но прежде чем я окунусь в эту тему я хочу немножечко сделать небольшое отступление не на суккулентную тему а на тему моего профиля то есть моего профиля в инстаграм в инстаграм на ютубе дело в том что я сегодня добавляла плейлисты на своем канале ну и чтобы посмотреть как выглядит моя страница глазами любого другого пользователя но не моими глазами а вашими глазами я зашла с браузера с яндекса вбила в интернете ирина питерская ну и мне как бы выплыли ирина питерская youtube я вбила и мне выплыли сразу несколько видео моих и дальше профиль вконтакте ирина питерская я прям обалдела знаете вот когда-то давно но может быть когда я только создавала канал я как бы тоже канал то я создавала давно но суккулента я стала размещать году полтора назад наверное на канале и поэтому вот это мое имя ирина питерская это ник это не мое настоящее имя зовут меня ирина ирина питерская это ник но не буду подробно рассказывать как сложился этот ник но дело в том что этот ник у меня давным давно с того момента как я просто зарегистрировалась на youtube и нужно было создать профиль чтобы можно было оставлять комментарии и вот под этим именем я уже давным давно и когда я сегодня увидела что в профиле вконтакте есть девушка под именем ирина питерская я заинтересовалась зашла к ней на страницу ну по моим предположениям исходя из самого первого ее фото причем фото сто процентов фейковые это не личное фото девушки однозначно там несколько фотографий у нее есть несколько постов я думаю что подписчики у нее там накрученные в общем ирина питерская заработок в интернете друзья я говорю вам официально моя страница вконтакте значится ирина ирина нет обманываю сейчас к я вам скажу ирина ирина это одноклассники вконтакте я ирина черновская ирина черновская боже уже запуталась сама вот то есть ирина питерская я значусь только на ю тубе больше никаких профилей с этим именем у меня нет и тем более я не занимаюсь никаким распространением рабочих схем заработка в интернете точными гороскопами на каждый день какие там еще у нее были посты заработай свой миллион на высокодоходной партнерской программе что-то еще там было сейчас вспомню ну что-то такое вы как выглядеть на все сто и как за несколько месяцев скинуть сразу 15 лет но что-то в этом роде ну в общем короче разводы для лохотронов там под каждой фотографии ссылка и по ссылке если заходишь что-то там появляется но я по таким ссылкам никогда не захожу потому что считаю их либо вредоносными либо однозначно бесплатный сыр бывает только в мышеловке это мы все с вами знаем и поэтому я вам вот еще раз говорю это не моя страница моя страница под именем ярина питерская это только youtube все я оставлю фотку скриншот ставлю профиль этой девушки чтобы наглядно показать вам и вот по самой последней вернее по самой первой и добавленной фотографии по комментариям я увидела что профиль создан в девятнадцатом году в конце девятнадцатого года то есть тогда когда был у меня уже профиль когда у меня уже были видео на канале о суккулентах то есть я сделала вывод что имя это ворованное просто другого такого имени такого не к больше я не встречала в интернете а так как этот профиль появился уже позже моего я сделала вывод что но может быть он и неправильно не знаю но мне так кажется я сделала вывод что имя вот это ирина питерская ворованной что девушка не смогла ничего лучше найти чем своровать имя и размещать свою рекламу под моим именем ну все ладно проехали уже этот момент теперь буду рассказывать о детках вот этих суккулентных садиков но это как бы садики да потому что вроде здесь посадка плотная очень многих деток какие-то детки здесь достигли уже того возраста которых можно отправлять в посылках и отсаживать отдельно которые тут прям совсем еле дышит наладан вот но я за ними как вам скажу очень сильно не смотрю какой примется такой примется просто я вот сегодня собралась их поливать и задалась таким вопросом как же я их узнаю ну некоторые конечно я различаю сейчас то есть вот большую часть из этих посадок я различаю ну а некоторые растения меня остаются под вопросом то есть пока что они у меня с.п. но с.п. это однозначно из тех растений которые у меня есть но вот как-то они сейчас так выглядят интересно то ли мутирует то ли еще чего но я не могу точно сказать вот допустим вот это детка ох что же фокус не ловит вот розовая детка вот это не понять какого строения да тут у нее деформированный лист мутированный я так думаю что это грабтоверия миссис ричардс то есть вот эта детка розовая и вот эти детки розовые это одно и то же растение но как мне кажется это на мой взгляд а там может быть что-то из нее и другое получится не могу сказать сейчас покажу взрослое растение вот взрослая красотулька вообще конечно растение очень красивая что фас что профиль смотрите это вот росла одна розетка потом она выдала тут из-под юбки себе детку я сначала думал этот цветонос но нет это оказалось детка и она вот так сейчас возвышается над мамкой тут вот сбоку я даже не видела вот эту представляете сколько она росла я ее не видела я думал до сих пор что здесь две розетки оказывается здесь три розетки ну вот в таком виде она вообще смотрится изумительно одна розочка на другой прям шикарный цвет такой обалденный вот это грабтоверия миссис ричардс таких деток у меня много сейчас там еще в другом по моему лотке были такие детки вот ну вот в этом горшке конечно же почти что все это еще малыш не то есть им еще расти и расти хотя некоторые уже так неплохие вот их и вере я сейчас 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 по люкс вот она но это девочка уже на днях поедет в другой город ее купили но на классненькая симпатяшка такая но и достаточно уже такая жирная здоровая чтобы перенести пересылку конечно же если не дай боже не замерзнет потому что правление зимой от них не застрахована ни одна посылка хочу сказать про статистику девочки вот те кто заказывает растение конечно же хорошо обдумывайте этот шаг потому что все риски по отправлению растений вы берете на себя то есть я своей стороны упаковываю хорошо утепляю посылку а так как сработает почта уже мне неизвестно поэтому и вот моя статистика примерно из 14-15 посылок где-то 4 посылки приезжали подмерзшими не полностью но частично какие-то наполовину то есть из десяти растений погибали подмораживались 5 где-то три растения из 7 вот поэтому думайте хорошо и не знаю чем это связано вот до москвы ну конечно с тем как работает почта россии как насколько быстро работает почта россии в москву в питер растения доходили нормально то есть ни одного подмерзшего случая в московскую область я отправляла ну наверное за москву причем отправляла ускоренной доставкой а просто в москву отправляла обычная доставка и вот по обычной доставке растения как ни странно посылки приходили быстрее чем по ускоренной доставке вот не знаю за что конечно как формируются эти тарифы за что берется плата повышенная если растения едут намного дольше и вот московскую область я отправляла хавортию женщине она пришла ей подмерзшие на урал в сибирь то же самое растение доходили нормально прям отлично доходили вот наверное в последний раз только в томск то ли два растения подмерзла но там был мороз минус 42 градуса это конечно же цифра минус 42 вот ну а так в основном доходит нормально а в ростов-на-дону отправляла растения приходили подмерзшими не все но частично примерно наполовину поэтому вот смотрите думайте этот шаг обдумывайте может быть стоит подождать до весны ну кто не рискует от них не пьет шампанского но все равно мне кажется этот риск он не очень оправдан будет если растение погибнут потому что подождать там два-три месяца и можно заказать с наименьшим риском так кто у нас тут еще дальше сидит так дальше у нас тут сидят это вот маханьки хеверия мобина зелененькие сейчас пинцет возьму так теперь левой рукой как-то надо тыкнуть и попасть потому что я правша вот хеверия мобина там еще одна но эти детки еще маленькие эти только к весне созреют потому что такую деточку посылать но она не знаю переживет на дорогу или нет то есть она маханька еще совсем так это по-моему у меня и хеверия милака это вот то лица вот вот этот круг деток это ну по моему предположению это хеверия блухерон хотя возможно это и сапсисилис потому что сапсисилис блухерон голубая цапля это гибрид хеверия сапсисилис и они в детском возрасте выглядят практически одинаково а во взрослом ну конечно же форма розетки отличается у блухерон лист немножко волнистый цветом они очень похожи ну потому что это действительно гибрид сапсисилис так вот это не знаю кто но по всей видимости я так думаю что это их и верия таня на эту то не у меня уже две татьяны давным-давно стоят в очереди просто хотят именные растения у меня посажена то они еще в другой в отдельный горшочек но я как-то знаете даже не думала что у меня есть еще таня но вот они подросли и стали похожи на таню поэтому татьяны те кто заказывал я знаю кто заказывал фамилии а ваши называть сейчас не буду ну в общем танюши дожидаются вас абсолютно две идентичные ваши тезки ну давайте мы их до весны как бы поддержим потому что если ваши танюши сейчас замерзнут в пути то больше татьяна меня ближайшее будущее точно не предвидится так это хиверия валентина очень интересное растение не знаю мой телефон не слишком хорошо снимает но вот постараюсь приблизить и показать вам структуру листьев листья как бархатные такими знаете как мелкими мелкими плюшевыми рядочками вот это растение но все такое ой ну вот залезла видите прям точку поставила то есть она не только все еще плюшевый но там еще слегка на этом плюш и налет растение очень интересное это их верия валентина так ставлю фотку валентины вот здесь сбоку растет подрастает одна их и верия сейчас скажу какая флори дети вот вспомнила сейчас покажу вам мамку не так то просто добраться до мамки но вот в центре с красными кончиками я еще уронила пинцет вдобавок в общем пробралась держу лампу одной рукой второй держу телефон вот такая флори дети это мамка это их личная мамка ее вернее были две розетки это потом была совсем махонькой но сейчас она подросла вот у нее уже видно что кончики красненькие но дело в том что все детки у меня стоят там какая где не сильно на них попадает свет на какие-то горшки и поэтому они еще не очень такие яркие как хотелось бы видите вот слегка вот эти подтянуты хотя головешки у них нормальные такие вот компактненькие но видимо они вот доросли до того момента когда им стало хватать цвет и они стали набирать массу головную вот до того времени как они были очень маленькими им света не хватало это гравтоверия тетубанс кстати очень прикольное растение очень интересное такое головастенькая большую не знаю далеко мне идти за ней вообще взрослые растения проблематично не вынимать потому что придется снимать весь ярус потому что многие там каких к стеклу стоят чтобы достать одну нужно снять всю полку вот поэтому проще мне вставить фотографию чем разбирать всю полку так ну вот другого ракурса показываю это вот в центре пузатенькая хеверия амагена оба корен от этого тоже непонятно кто еще но по всей видимости наверное миссис ричардс это перпл пьер тоже махонькая деточка это вот не знаю кто короче пока сп не знаю на кого она похожа она какая-то пахи вере групп доверия тип того это вот похоже либо на черного принца вот это деточка вот это черненькая либо хеверия шавиана стректифлора балерина ой чего это я там повалила которая не принялось так ну и чего тут еще каланхоя 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 вообще прикольные такие большие маленькие пушистенькие шершавенькие такие вообще мимишные так это у нас пахи фитум блумист но еще маленькие детки совсем маленькие ну и чего тут ну об этих листьях они еще я даже не знаю что это за листья короче листья видно что с какого-то цветоноса а что за цветонос я даже не знаю надеюсь что это черный рыцарь потому что у меня недавно цвел я по моему срезала с него цветонос и по моему я клала эти листья на проращивание вот ну по крайней мере вот по форме похоже на него но не знаю не могу сейчас сказать кто из них вырастет но черный рыцарь мой счету хромает какой-то он страшненький у меня никак не может приняться я ему буду срубать макушку вернее никак не может адаптироваться роз роз я его не пересаживал ну что-то там произошло с ним вскрытие я ему не делала и поэтому не могу сказать как вскрытие сделаю грунт вы потрошу тогда уже будет точно ясно чего ему там не хватает может быть у него там наполовину уже ствол сгнил почему он не растет почему он вял и постоянно отсушивает листья ищу глазами где он есть наверное на другой полке но чтобы показать вам про что я говорю вот он вот она ой не повалить бы ничего видите вообще страшила просто страшил вот эти вот листья постепенно вянут 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 отскакивает вот он опять выдал цветонос цветонос этот говорит не о том что растению хорошо а наоборот о том что растению плохо то есть растение фактически погибает и цепляется за жизнь и последние шансы у него размножится это выбросить цветонос чтобы этот цветонос упылили какие-нибудь мухи которые зимой не летают ну и потом продолжить свой род таким образом могу я наболтала 18 минут ну походу да будет у меня наверное две части а может быть и три части потому что горшков у меня с детками много и вот тут мелкие там покрупнее как бы хочется показать всех даже для себя чтобы сравнить весной как они выросли на сколько они выросли чтобы было с чем сравнить потому что фотографии но можно фоток наделать но видео по моему получше и видео можно сохранить на ютубе это отличное хранилище можно на телефоне даже не хранить поэтому так так тут у меня тоже кто большой кто маленький сейчас вот это 10 рублей это 10 рублей знаете для сравнения когда фотографии делаю девушки спрашивают какого размера прикладываю монетку когда вспомню о ней чтобы было чем сравнить так это вот у нас хорошо когда растение подписаны да вот лист прям такой жирный еще и не думает умирать и вот на нем можно прочитать что это за растение хотя уже детка вот это большая и грязи там в ней много в розетке вот это пахиверия драку это не знаю кто вот какой-то лист красный что это за лист короче не знаю так это вот валентинки такие тут тоже шарики и маханьки еще совершенно это вот черный принц однозначно принцип я как в том в той песне ты узнаешь ее из тысячи вот так так что тут дальше это тоже валентина валентина так это вот пахи фитой седом седом это детка детки из листа все дума аврора все дума аврора и седум рубра rubratTom ком то есть изначально была форма седум краснокрашеную rubratTom дом вот этот аврора это варигатная форма все дума rubratTom А и из rubratTom тума то есть из авроры получаются либо авророй либо rubratırım дума то есть из листа может традиции варигатные детка как вот в этом случае вот эти варигатные растения и может родиться обычная то есть из варигатного листа может родиться обычная но вот сейчас она зеленая потому что она стоит свешена с полки сидит на на ложке свесим ножки и так она у меня тоже это вот часть горшка очень далеко находится от лампы и вот не такие они яркие как должны быть и так они прям такого коричневато-красного цвета так но это я вам показывала это миссис ричардс это эхиверия майена это эхиверия фабиола такая пузатенькая это гибрид эхиверии сейчас 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 боже пропузором вот это гибрид пропузором она говорил сейчас вот этому горшку мало света потому что он у меня практически не под лампой а так она с краснеющими кончиками тоже такая забавная розеточка очень интересная тыльная стала страна у нее листа розовеет слегка и кончики становятся красноватыми прикольная не тянется но вообще замечательная вот это не знаю что вот это вырос какой-то я уже смотрю на него давным-давно однозначно какой-то кореец что это за кореец даже не знаю хотя наверное знаю вот сейчас не вспомню но уже как бы предположение есть еще по кумеку и над этим вопросом и наверное потом может быть вставлю а может быть не вставлю но вроде как я уже поняла кто это так кто у нас тут это вот фабиолка кстати вот у этой фабиолки вот о чем я говорила вот это и нет красноватых кончиков а вот у этой маханькой детки кончики красноватый смотрите вот ну значит ей свет побольше было чем большой это верона это но я уже показывала перпупер это кубик frost чего еще тут не показывала это вот не знаю кто даже не знаю что это такое не знаю так ну это кто-то рассыпался и кто это у нас рассыпался это да тоже наверное фабиола рассыпалась там даже корни она дала обалдеть вот любовь к жизни на корне тут даже смотрите розетка сгнила вот эта розеточка полностью сгнила и вот так так как загнивание было не очень стремительное то листья эти успели отделиться и дать своих деток вот что мы сейчас с вами видим видите не знаю сколько на тут пролежала вот такой карапуз дал деточку когда она вырастет когда весна придет не знаю так ну ладно обдеру сейчас левой рукой неудобно пусть лежит это красула это красула дала дала детку красула ой что снимают а вот она красула черный лист это я их обрабатывала их постиг казус такой виде фитофторы и я их обрабатывала несколько растений и вот детка уже лезет хорошенькая так красула это не назвала вспоминала вспоминала капитела red вспомнила и вот кстати еще одна детка этой капитела red вот и две штуки есть побольше так теперь дальше вот это тоже не знаю что это пахи фитум на букву б на букву б какой забыла это парк узору это мы бина моя с которой я отдирала листья вот один ли сдал детку по моему где-то еще видела но пока вот этот только лицезрею это красула у сенсис титанопсис чё тут еще ну и наверное в основном все да это хеверия арье арье тоже есть несколько прикольная розеточка это корейка хорошо когда знаешь кто у тебя живет ну вот как мы видим многие растения уже в детках похожи очень на своих родителей очень очень похоже это сейчас скажу это рома рома а это вот два листа барон болта но 3 положила не знаю выживет он или нет два из них точно дали деток в общем сейчас я их пытаюсь укоренить эти детки эти листы проблемные конечно растение очень сложно получить дитё из листа очень сложно бородавки вообще очень плохо размножается от листа друзья вот в прошлом видео или в позапрошлом видео показывала я вам как продуло шею вот этой моей розетки и что я говорила вам будет она жить или не будет в общем если она через неделю сохранит листья значит она будет жить если не сохранит значит ей хана ну вот как мы видим листопад продолжается с одной стороны там осталось еще три листа но по всей видимости они тоже отвалятся в общем короче розетка погибла не хочу и ничего с ней делать там колдовать над ней чего-то там срезать пытаться укоренять ну пропала ну ладно но все бывает дети листья эти вот этот прозрачный вот он прозрачный стал его уже однозначно выбросить но вот эти пока полежат до тех пор пока то же самое не станут прозрачными но вот это тоже уже не жилец однозначно но эти пока еще не знаю вроде вроде пока держится так его ну и тут если потрогать ну все хана короче хана этой розетки там еще один лист причем держится крепко ну в общем продула ей шею и продула хорошо то есть остеохондроз и и не вылечился розетка погибла так ну вот еще один горшок с детьми здесь у нас вот две детки на переднем плане лола это их и вере я сейчас гляну на нее без камеры на кого она похож мару это пахи фитум ганши где мой пинцет пинцет был за горшком так кто у нас тут еще это тоже ганджи кстати от ганджи наверное там у меня и детки еще есть от ствола сейчас ганджи покажу вам взрослый вот он ганджи розовый две головы красоту вообще самый мне кажется классный пахи фитум самый нарядный такой самый вообще эффектный так это седум рубратингтум вот он краснокрашенный так это то ли нюра то ли не нюра то ли не нюра короче или нюра или перпл пер вот это вот их и вере эстер этот лист кстати многие из них засохли этот вот лист у меня даже кстати он где-то в видео есть именно этот лист и я где-то снимала такой он видите вот видоизмененных тоже такой мутированный слегка когда моя эстер вон она кстати стоит вот она эстер далеко ходить не надо когда это эстер меня осенью наметила ходить в мир иной я испугалась это драла от нее несколько листьев но жалко было расставаться с этой розеткой очень мне нравится я уже говорила везде что я люблю гибриды полидонис и вот эстер такая эффектная дамочка полидонисовая не вот оторвала несколько листьев вот этот лист представляете как долго дает деток из листа вот этой детки но посмотрите то на меньше ногтя до маханька и примаханька и вот только корни пустила лист уже этот кстати прозрачный вот сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь идет уже вот сколько месяца в этой детки так ложись в общем эстер моя не погибла чему я не сказано была рада реально мне и жалко было вот это погибает даже и как-то ровно дышу к ней а вот эстер мне было жалко ну у кого кому любовь я полидонисовых люблю всех кто-то у меня еще живет это эхиверия купидон купит это пахифитум яйценосный переверну горшок выну пинцет изо рта и продолжим дальше вот какие-то креста ты и я даже не знаю что это за креста ты что это за дети и от кого не взялись от кого не родились но креста ты будут прикольные розеточки это детка эхиверия грабтоверия пинк руби это тоже маханька и лолка это не знаю может быть pink tips может быть чихуа пока еще трудно сказать это тоже лолки я кстати даже не знала что у меня столько много лолок надо же причем вот эти все детские сады за исключением самых-самых крохотульных вот этих вот которые там вообще непонятно какого размера эти детские сады у меня еще наверное с августа с лета сентября то есть они мне очень редко поливаются и они практически не растут я их многие пересаживала потому что когда я их занесла с улицы это был октябрь и во первых они не росли стагнировали уже большую часть лета потому что жара просто вот ну просто их выжаривала до такой степени что им было очень сложно расти поливать их забывала даже может быть не забывала просто боялась что полив и солнце в общем они получат тепловой удар и сгниют и в общем они у меня жили практически без полива потом когда закончились вот эти жаркие дни начались перепады температур то есть ночная температура доходила до двух градусов даже когда-то там пару дней наверное до 0 градусов и вот они стали яркими такими нарядными красными фиолетовыми розовыми но роста от них также не было и когда их занесла на полке они месяца полтора вообще не двигались с места то есть их до такой степени застагнировали вот эти критические условия что они вообще не собирались расти и мне пришлось их всех пересадить то есть я их всех пересаживала кого-то там уплотняла кого-то друг дружке добавляла там но и какие-то какие были еще детки я их досаживала и вот я их посадила и потом наверное недели через три я их после посадки подкормила то есть я их возвращала к жизни как могла но и вот они начали жить по чуть-чуть начали набирать массу до этих пор до пересадки они вообще мертво стояли поливая не поливая вот польешь они начинают листья сбрасывать начинают сгнивать вот так друзья то есть пересадка что вот хочу я этим сказать пересадка работает в любом случае будь то детка будь то взрослое растение если она у вас растет то есть не растет стагнирует какое-то там непонятное лучшим способом ее воскресить к жизни будет пересадка однозначно подкормить можно но пересадка работает лучше друзья ой чуть этом сбила пузо короче у нас уже 33 минуты и только 3 горшка я рассказала мама родная ну в общем наверное на этом мы эту часть закончим и снимем дальше другую все друзья всем спасибо за просмотр всем здоровья добра пока пока и до новых встреч